Всем мира, добра и любви! Сегодня у меня на обзоре точилка для заточки ножей с сайта Алиэкспресс, о которой вы меня давно уже спрашивали. Но записать обзор и распаковку данной точилки для заточки ножей получится только сейчас. Эта точилка для заточки ножей в ценовом диапазоне до 50 долларов. Стоит она точно так же, как и точилка Ruixin Pro RX 008, но имеет ряд преимуществ. По крайней мере, это мнение моих зрителей, которые попросили меня записать обзор на эту точилку. Что на самом деле из себя представляет вот эта точилка, что она может, ее технические и физические параметры мы сейчас будем смотреть. Давайте распакуем эту посылку. Итак, вот она поступает вот в такой коробочке красивой, картонной. И я надеюсь, там все в целости и сохранности. Называется вот этот производитель, это официальный магазин, есть на сайте Алиэкспресс, или официальный представитель вот этого производителя. Не знаю, как читается, Reho или Reo Pro и RH 006. Название модели. Коробка очень похожа на точилку Ruixin Pro RX 008. И внутри, в принципе, тоже есть вот такой чехол или сумочка для транспортировки. В принципе, это хорошо. Так, посмотрим, что еще здесь есть. А здесь у нас еще наждачная бумага. Обалдеть, что это за гриппность? Даже бархатом не назову, 5000. Такое, вот интересно будет, мне кажется, это зеркало будет получаться. Ну, посмотрим, в принципе. Так, убираем кнопку. Интересное ощущение, интересное. Шероховатость крутая. И это у нас инструкция. Сейчас я ее просто так просмотрю. И вы смотрите вместе со мной, чтобы понимать, как ее собрать. В принципе, здесь, наверное, все тоже. Что я и точил, это Reho Xin Pro RX 008. Из того, что я вижу, из отличий, это крепление или губки. Будем сейчас все проверять. Чем она лучше, эта точилка. И действительно ли здесь будет интереснее точилка, чем RX 008. Которая по сей день считается народной точилкой. Больше всего продаж вопросов, больше всего обсуждений было этой точилки у меня на канале. Кстати, здесь еще и камни, их фирменные. Вот Reho. Это очень хорошо, поскольку получится протестировать и точилку, и камни. Если кто-то пожелает купить просто отдельно камни водные вот этого производителя, у вас также будет информация. Только если видит отдельно. Так, конструкция точилки очень похожа на точилку Reho Xin Pro RX 008. Сделано, в принципе, все качественно. Ну, как на эти деньги, вы должны понимать, что эта точилка стоит там 30 долларов. Смотрите. Один, два, три, четыре пазика. Я люфтов вообще не наблюдаю. Это меня уже радует. Поскольку в точилке Reho Xin Pro RX 008 могли быть вот такие люфты. Они там решались. Это было в некоторых моделях, в некоторых не было. Но вот в этой модели я не ощущаю. Так, хотел попробовать. Вот. Есть здесь вот такая фиксация вертикальная и горизонтальная есть. Кстати, ребята, когда нажимаешь, видите, что делается? А это хорошо. Почему это хорошо? Поскольку вам не надо удерживать нож и точилку одновременно. Вы просто нажимаете, устанавливаете нож, и точилка уже поджимает этот нож, подпружинивает вот здесь. И дальше вам все, что надо, это подкрутить вот эти винты, чтобы зафиксировать этот нож в точилке. То есть, не надо удерживать и попадать постоянно в нужный вам угол фиксации. Там, будь это какая-то компенсация угла заточки, или же вы ровно устанавливаете нож. Но это, конечно же, дополнительное преимущество, функциональность точилки, которая отличает вот эту точилку Reho от Ruixin Pro RX 008. Будем еще разбираться. Вот так внешне, в принципе, все хорошо. Я не вижу, к чему придраться. Сделано аккуратно. Сами видите, в каком состоянии точилка. Дальше смотрим, что здесь есть еще. В сумочке здесь больше ничего нет. А здесь у нас держатель бруска. И, я так понимаю, штанга выставления угла заточки. Так, все. Так, это нужно собрать самому. Так, уже вижу, что этот держатель бруска очень похож на точилку Ruixin Pro RX 008, но отличается возможностью установки двух камней. То есть, и с этой, и с этой стороны можно устанавливать камень. Так, чтобы все правильно собрать. В принципе, система та же. Знакомая от точилки Ruixin Pro RX 008. И вот это, я так понимаю, штанга скольжения. Все. Собрал держатель бруска. Камни мы сейчас распечатаем. И собираем направляющую штангу для выставления угла заточки. Как видим, уже есть здесь шарнир, но шарнир как бы стандартный. Оригинальности здесь нет. Они не повторили шарнир от точилки Ruixin Pro RX 008. Ну и свой какой-то там эксклюзивный также не придумали. Насколько это все практично, сейчас будем проверять. В принципе, все. Давайте еще откроем камни и будем устанавливать точилку, проверять минимальный и максимальный угол заточки, соответствие углов заточки на обе стороны, отсутствие или наличие люфтов в каком-то из узлов или элементов механизма, а также проверим работоспособность конструкции самой. В принципе, физические параметры не вижу смысла проверять, поскольку она точно такая, как точилка Ruixin Pro RX 008. Я покажу просто... Сейчас возьму рулетку, чтобы было понятие у людей, которых нет Ruixin Pro RX 008. На что им надеяться и чего ожидать. Вот габарит в этой точилке. Так, хочу еще камни просто посмотреть, поскольку неинтересны камни, как вариант для дополнительного обзора, поскольку камни можно покупать отдельно. Ну, камень вроде бы ровный вот этот, обдирочный. Это визуально, я просто визуально сейчас говорю, мы потом проверим. Ну, этот надо будет проверять. Вроде он потолще, чем вот этот. Возможно, это такое только ощущение. Но так какого-то там существенного колебания в размерах я не вижу. Так, нужно будет брать штангенциркуль и проверять все по размерам. Сейчас я установлю на стол подставку, чтобы была возможность закрепить вот эту точилку. И будем смотреть уже параметры. Итак, вот она эта точилка для заточки ножей. Что касается вот этой струбцины и возможности прижатия. Это будет вот от края к краю 8 сантиметров, но надо учитывать то, что там есть еще прижимной элемент. Это будет около 7 сантиметров возможность прижать. То есть, толщина стола. Общая длина от края струбцины до точилки, до губок точилки где-то 15 сантиметров. Вот эта длина также около 15 сантиметров, даже 15 с половиной. Ширина губок 8 сантиметров. Ширина одной губки где-то около 2 сантиметра получается. Высота штанги 19 сантиметров. Давайте еще вот этот прижимной элемент. Ну и здесь можно камни вплоть до 18 где-то сантиметров прижимать. Давайте, чтобы было с запасом 17 сантиметров в длину. Вот эта у нас стойка 18 миллиметров. Штанга скольжения у нас 18 с половиной сантиметра. Ну и диаметр здесь 6 штанги. Соответственно, диаметр шарнира также 6 отверстий в шарнире. Ну люфта нет вообще. Это вы слышите, как стул дребезжит и шатается. Там если есть какой-то минимальный движение какое-то, ну люфта нет. Ну насколько это все... Давайте уберем вот этот ограничитель. Пока. А там посмотрим. Насколько все это хорошо будет работать. Ну посмотрим, в принципе. Сейчас говорить о этом, думаю, еще рано. Что касается разносов, также надо будет проверять на ноже. Проверим это. Так, по параметрам, в принципе, все. Теперь давайте я попробую прижать нож. Итак, для того, чтобы прижать нож, я так понимаю, надо нажать на вот эту кнопку. Установить нож и отпустить. Отпустить. Но, конечно же, прижатие здесь вот так, возможно, надо. Или, возможно, можно подтянуть вот эту пружину. Ну, в принципе, фиксируется. Но сказать, что оно как-то очень плотно фиксируется, нет такого. Здесь такая фиксация, вот, чтобы вы понимали, вот, как он там болтается. Ну, в принципе, не падает нож, не проваливается. Можно вот так отпустить. Так, думаю, что надо сделать здесь, обмотать малярным скотчем. Поскольку эти губки, они идут там внутри, металлические. Но давайте попробуем сначала, смогу ли я прижать вот в эти губки нож без скотча. Просто, возможно, кому-то это будет интересно. Возможно, кто-то затачивает, не заморачивается и не переживает, что поцарапаются спуски ножа этими губками. Поскольку металл будет касаться металла и, возможно, будут какие-то скольжения. Так, сейчас посмотрим, как оно все здесь фиксируется. И потом я, наверное, возьму малярный скотч. Или нет, для этого ножа уже так и будет. Поскольку мы сейчас затачивать ничего не будем, это у нас обзор и проверка технических возможностей и параметров. А уже в следующем видео, когда я буду затачивать, обязательно воспользуюсь скотчем. Так, и я так понимаю, здесь также надо фиксировать. Вот я видел это на презентации, то есть, видео есть на сайте у продавца, где он показывает, как работает точилка. И он в конце прижимает еще вот эти винты. Возможно, их также надо фиксировать. Но я сейчас это сделаю, а потом попробуем и без этого. В принципе, я думаю, что... Нет, точно не думаю, а точно знаю. Поскольку я сейчас прикладываю большое усилие, но я не могу шевелить вот этим ножом вот в этих губках точилки. Поэтому я думаю, что можно затачивать и так. Для любителей затачивать без малярного скотча и для тех, кто не парится тем, что поцарапается нож. Очень хорошая фиксация. Что же, теперь давайте попробуем воспользоваться поворотным механизмом. Здесь, в принципе, та же система. Здесь можно ничего не нажимать. Или надо нажимать? Ребят, надо нажимать. Вот так я не могу к себе... Да, не могу. Я вот сейчас пытаюсь его к себе потянуть, этот механизм. А нет, надо нажать вот эту кнопку. Значит, здесь совсем другой внутренний механизм. А, вот поворотный. Нажимаю, только после этого могу повернуть нож. А вот опять не могу. Нажимаю. Теперь могу. Так, ну посмотрим. Сейчас просто проверяю... Здесь есть легкое, ну как видите, отклонение. Чем оно хорошо? Хорошо тем, что... Как мне кажется, это мое просто наблюдение такое, но не проверенное. Но если такая жесткая какая-то фиксация, такая железобетонная ножа в точилке, когда вы точите нож крупным камнем, может выкрашиваться кромка. Если у вас там какая-то хорошая закалка, вернее не хорошая, а твердость ножа и получается такая как бы микропила. А если есть вот такое небольшое отклонение, то есть пружинность, тогда вот этого меньше эффекта выкрашивания кромки. Но насколько здесь хорошо, все плохо, это я только смогу вам сказать после заточки. Сейчас я просто вижу, что такая пружинность какая-то там вот есть. Я это вижу, то есть это заметно. Но такое есть и в там дорогих точилках. Я не хочу просто называть название точилок, но есть там в точилках и за 700, и за 1000 долларов. Вот я видел, как затачивают люди, и есть вот этот эффект, и я думаю, что там люди, когда разрабатывают это, понимают, что это есть, но все равно допускают. Но еще надо учитывать то, что я прижал нож за 3 мм, то есть я так не делаю никогда и вам не рекомендую. Минимум 5 мм надо устанавливать нож. Это просто я сейчас проверяю критическая или минимальная способность губок прижимать нож. И здесь она обалденная, вот видите, где-то около 3, даже 2, возможно, миллиметра. Вот здесь 3, вот здесь где-то 2, и даже 1,5 мм я прижал лезвие ножа в губках точилки. Но надо около 5. Да, возможно, и этот эффект, поскольку я смотрю, возможно, это нож даже немного так продавливается. Но это все мы посмотрим, когда будем затачивать. Сейчас миссия у нас проверить минимальный, максимальный угол заточки для этого ножа и соответствие углов на обе стороны. Что я хотел еще сказать? А, то, что здесь вы так не притянете к себе механизм, это уже я проверил. То есть обязательно надо нажимать вот эту клавишу, только тогда оттягивать на себя механизм и переворачивать нож на другую сторону. С одной стороны, это плюс, поскольку более надежная фиксация, и, возможно, будет служить механизм вот этот дольше, поскольку система совсем другая. Возможно, это не проверено, это просто такое предположение. Но, с другой стороны, это и минус, поскольку вам всегда надо будет протягиваться второй рукой до этой кнопки, чтобы ее нажать, только после этого перевернуть нож на другую сторону. То есть есть здесь и положительные, и отрицательные вот в этом функциональной, вот в этой особенности данной точилки. Ну, а теперь давайте возьмем... Нет, возьмем мы не этот брусок, поскольку жалко. Сейчас, одну секунду. Так, возьму кожаный брусок. Просто, чтобы не испортить камень. И заточку. Я не знаю, там есть заточка, нет, наверное, здесь заточки. Это экспериментальный мой нож. Я здесь, как бы, затачиваю, тестирую и так далее разные камни-бруски. Так. Ну, а теперь давайте попробуем проверить минимальный угол заточки. Для данной точилки ножа, поскольку вот в Ruixin Pro RX 008 здесь, ну, очень был хороший минимальный угол заточки, можно было спокойно точить ножи в спуск, если это скандиспуск, что я и делал, в принципе. Так, здесь очень хорошо прижали вот этот ограничитель, отпущу его. И теперь пробую. Я, как всегда, буду оставлять около 1 мм до касания к телу точилки, поскольку мы сейчас критически минимальный угол заточки проверяем. Кстати, касание не происходит, а вот здесь, вот, этот винт я уже касаюсь. То есть, я бы в случае необходимости поменял эти винты с вот такими шляпками на потайные шляпки, тогда минимальный угол заточки был бы меньше. А так я должен поднять, поскольку мы проверяем минимальный угол заточки для точилки из коробки. Без доработок. В принципе, всё. Вот так. Так, прижимаю. И здесь я вижу, что здесь немного отполирована поверхность для того, чтобы установить, я так понимаю, этот угломер. Но, возможно, и это просто такое впечатление. Но кажется, что есть какой-то ровный участок. То есть, она не круглая здесь. Поверхность. Так. Думал, что не помещается мой угломер. Это просто мешает ограничитель. Так. Ноль. Ну и что я могу сказать? Так же, как и в точилке RX1008, здесь обалденный минимальный угол заточки. Это 10 градусов на сторону, или же 20 градусов общий угол заточки. Но, подождите. Здесь получается, что 20, а 15 я сделать-то не могу, а точилка RX1008 могла. То есть, вот все же эти винты, о которых я вам говорил, они мешают. А вот так, без учета вот этих винтов, получается вот такое значение. И еще где-то около миллиметра, даже больше, возможно, до касания к телу точилки. Ну, вот такие показатели. Это для информации. Ну, а теперь давайте проверим еще максимальный угол заточки для этого ножа. Так. А вот смотрите, какая ситуация. Я могу еще поднимать вверх. Видите, вот так. А уже все, точилка, вернее, брусок не касается лезвия ножа, поскольку вот этот шарнир не предусмотрен на такую высоту. То есть, чтобы заточить этот нож, мне надо... Ну, вот сейчас, именно для вот этого ножа, это вот, наверное, максимум будет. Давайте еще раз проверю. Даже немного ниже. Ну, я там не по центру установил, но все равно. То есть, этот шарнир, он уменьшает функциональную возможность точилки до заточки в какой-то там большой угол. Вот, например, для этого ножа это будет 32 градуса на сторону или общий угол заточки в 64 градуса. Вот, как-то так. А теперь давайте проверим соответствие углов заточки. Правда, надо установить правильно нож в этом случае. То есть, установить его поглубже. Но я хочу попробовать вот так сначала, проверить так, как есть. Запоминаем вот это значение. 2202. 2202. Убираем. Переворачиваем на другую сторону. Так. Опять подвигал. Вот эту таблетку, а нельзя этого делать, поскольку так может сместиться угол. Что я вам могу сказать, ребята? Обалденно точный поворотный механизм из коробки. И это, возможно, кому-то очень и очень понравится, поскольку в точилке Ruixin Pro X008 бывало по-разному. Как обстоят дела с другими точилками, я не знаю. Но вот в моей вот так. И это показатель из коробки. И это показатель при вот такой фиксации за минимум ножа. То есть, здесь ультраточный... Давайте еще раз проверим. Ультраточный поворотный механизм. Ну, надо учитывать то, что вот в этом угломере нет даже... Давайте все по центру выставлю. Нет даже такой точности. Ну вот запоминаем. 2212. Постоянно много двигал стул. Возможно, оно покажет сейчас другое значение. Так, 2212. По центру. Ну вот. Точность поворотного механизма вот в таком прижатии. Ножа за минимум. То есть, даже если вы прижимаете нож за минимум, этот механизм показывает очень и очень хороший результат. В принципе, меня это радует. То, что здесь вот настолько точный механизм. Что еще надо показать вот от этой точилки? Давайте еще проверим бруски. Насколько мы переключились на точилку. Так, насколько они ровные. Так, 10,3. 10,3. 10,3. Этот ровный. И достаточно толстый. Обычно они до 10. 10,2. Так седает батарейка. 10,1. 10,0. Но этот тоже так же ровный. Это отличие там минимальное. 10,1. Так, я вам показываю. Просто спешу, чтобы не села батарейка. 10,2. Поскольку не хочу сейчас искать. 10,1. Бруски очень ровные. 10,0. 10,0. 10,1. Надо учитывать то, что сейчас села батарейка. Есть небольшая погрешность. Я думаю, что это очень-очень крутой результат, как для вот китайских водных камней. Поскольку реально очень ровные бруски. Ну что же. В принципе, все самое интересное, что я смог, я показал. Но давайте еще проверим. Я не показал, кстати. Ну вот. Там нож. Шеф-нож. Спокойно затачивает вот этот шарнир. Ну, в принципе, у меня где-то есть даже видео с обзором вот таких шарниров. То есть, шеф-ножи можно точить. А если вам надо еще что-то больше, ну, эта точилка, во-первых, предназначена для кухонных ножей. Там максимум какие-то большие там, не знаю, мечи вы точите. Этой точилкой не будете. Поэтому, в принципе, справится этот шарнирный механизм. Но я все равно отдал бы преимущество такому же шарниру, как в точилке Ruixin Pro RX 008. Только с металлическим шариком, такой, как у меня есть. Чем вот этого шарнира. Это самый простой, самый примитивный для меня шарнир, который, в принципе, продается на сайте Алиэкспресс. Вот этот. Поэтому я бы здесь менял шарнир. Но поскольку нам надо протестировать эту точилку из коробки, будем затачивать нож с использованием... И будем использовать вот этот шарнир. Что касается того, что здесь на две стороны камень, я считаю, что это преимущество для всех, кто там любит затачивать быстро, чтобы у него все было всегда в собранном виде. То есть, с одной стороны, там, один камень, с другой, другой камень. Один обдержочный, второй полировочный или заточной финишный. И кто затачивает там быстро, то, в принципе, это прикольно. Для того, чтобы заточить на другую сторону, просто вам придется рукоять как-то вот так держать, наверное. Вот так, вот так, вот так. Поскольку, вообще-то, вот эта рукоять рассчитана на вот одну сторону, наверное. Ну, как-то так. Ну, мне всегда не нравится то, что здесь оно идет, как бы, одновременная фиксация. Если бы была отдельная фиксация, было бы в разы лучше, поскольку, с одной стороны, вы могли бы нацепить, вот, например, кожаный камень, которым я постоянно убираю там частички металла, очищаю подводы, чтобы посмотреть результат. А, с другой стороны, вы бы постоянно меняли камень, например, тот рабочий камень, которым вы пользуетесь. То есть, вот эти камни. И, получается, было бы очень круто. Но, к сожалению, почему-то, вот, производители делают так, что надо одновременно оттягивать. И, получается, вы задеваете и тот верхний камень, и тот рабочий камень, которым пользуетесь. А было бы круто, если было бы отдельно. Вот, как-то так. Что касается механизма поворотного, придуманного, в принципе, неплохо. Фиксация здесь, ну, вот, надежная. Будут ли какие-то нюансы во время заточки, увидим. Так, в принципе, мне все нравится. Шарнир. Ну, вот, я рассказал свое мнение о шарнире. Держатель камня. Такой же, как и точилки Ruixen Pro RX 008, только есть дополнительная функция установки двух камней. Вот такая точилка получилась. Что сейчас сказать, я даже не знаю о этой точилке, поскольку мне надо заточить нож, чтобы было больше информации. Кто что думает о данной точилке для заточки ножей? Лучше она, точилки Ruixen Pro RX 008? И чем она лучше? Если она лучше, если хуже, тогда пишите, чем хуже. Будет интересно сейчас услышать ваше мнение о данной точилке для заточки ножей Reho RH 006. Reho Pro, даже вот здесь написано, RH 006. Все, буду ждать ваших комментариев. И в одном из следующих видео я заточу нож с помощью этой точилки и уже сделаю вывод о данном станке для заточки ножей. Ссылку на точилку оставлю в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Мира, добра и любви. Мира, добра и любви.